Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Да, абсолютно правильно Екатерина отметила, что ЕРЦУ поставлена задача именно перейти от бессистемного хаотичного выставления квитанции каждой управляющей компании, так как она считает необходимым, нужным и возможным, к системному полностью соответствующим требованиям действующего законодательства, выпуску платежных, единых платежных документов, в которых будут отражены все начисления правильно в соответствии с законом. И самое главное, что после того, как житель оплатит этот длинный платежный документ, его деньги в обязательном порядке будут расщеплены на всех поставщиков ресурсов и коммунальных услуг. То есть каждая компания, которая участвует в работе ЕРЦ, как управляющая компания, она всегда будет уверена, что деньги, которые заплатил житель, они дойдут как до ресурсника, так и до нее самой, потому что там в этой квитанции также есть и строка содержания, что является той строчкой, за счет которой содержится непосредственно сам дом. А ресурсники, в свою очередь, уверены в том, что те деньги, которые заплатили жители, пропорционально и правильно будут доведены до них согласно той квитанции, которая была выставлена. Я так понимаю, что работа показала и доказала свою эффективность, именно поэтому сейчас идет речь о том, чтобы еще добавить строк в эту платежку и, собственно, вывести, оплачивать услуги ресурсных компаний, опять же, тоже через Мособл Иерц. То есть, минуя управляющие компании, потому что на сегодняшний день в основном практически все жители получают квитанцию за коммунальные платежи, куда включены оплата за свет, за воду и так далее, так далее. Смотрите, на сегодняшний день есть две ситуации. Одна из них, это когда квитанция ЕПД выставляется ЕРЦ, и в нее включены все услуги, так называемые полные ЕПД, в которые входят все услуги. Это у нас все происходит по муниципальным компаниям. Первая у нас в эту систему зашла УЖХ, управляющая компания, далее теплосеть, и все небольшие МУП, которые были на территории, они также стали выпускать квитанции через Мособл Иерц. И, соответственно, все расщепление идет именно на уровне уже Мособл Иерца. А параллельно с этим все жители получили квитанции Мособл Иерц, в которых была строка фонда капитального ремонта. То есть с 2018 года фонд капитального ремонта стал выпускать отдельную платежную платежку, которая содержала в себе строку фонда капитального ремонта. Туда добавили потом строку по оплате электричества, то есть те граждане, которые перешли на прямые платежи за электроэнергию. Это Мособл Иерц делает именно с точки зрения того, что расщепление идет уже сразу же на электрическую составляющую. Они также попадают в эту единую платежную квитанцию. Далее туда была добавлена с 1 января 2019 года еще строчка по твердым коммунальным отходам. Но, к сожалению, не все управляющие компании перешли на работу через данную единую платежную систему. Они кто-то оставил, но не так много, порядка 20% на территории округа. Но следующим шагом должен стать переход на единый платежный документ по всем видам услуг. То есть все услуги. Кроме содержания, да? Опять же, тут получается, для чего тогда управляющие компании ради одной строчки выпускать квитанцию, держать штат расчетчиков, держать штат тех, кто будет работать за должностью, держать бухгалтерию. То есть это получается уже не целесообразно и не несет в себе какой-либо экономической выгоды. То есть при переходе на полный ЕПД, когда полностью все услуги коммунальные и жилищные входят в один платежный документ, управляющая компания имеет возможность сосредоточиться на своем непосредственном виде деятельности. Это оказание услуг по содержанию жилья. То есть житель будет понимать, что вот эта управляющая компания, которая находится в управлении его дом, она, во-первых, никогда не сможет его деньги использовать по своему усмотрению, а они всегда будут расщепляться пропорционально тем счетам, которые выставлены на дом по каждому из ресурсов. А второе, то, что управляющая компания всегда, опять же, то есть это здесь и обратная сторона медаль есть, она всегда получит ту долю оплаты, которую оплатили жители. То есть здесь тоже история имеет положительный эффект, потому что если житель раньше мог задерживать платеж, и при этом управляющая компания, если она добросовестная, она должна была изыскивать средства для того, чтобы заплатить за ресурсы. Ну мы все знаем эти истории, когда одни собственники, по сути, платят за других. Ну они не платят, они получают некоторые... Ну, получается так, что те деньги, может быть, они должны были пойти на другие статьи расходов, но управляющие компании вынуждены погашать задолженность. А здесь ситуация именно в том, что управляющая компания будет получать именно свое содержание, пропорционально тем объемам оплат, которые оплатили жители. Как будет происходить процесс? То есть вот переходы, кто принимает решение? Управляющая компания, что они переходят на новые расчеты? Каким образом это будут? Жители, собственники жилья? Процесс этот, он имеет несколько вариантов развития событий. Есть вариант, когда управляющая компания сама принимает решение о том, чтобы МОСОБИЕРС выступил агентом и начал выпускать к платежке, что произошло у нас как раз по муниципальным компаниям. Второй вариант развития событий, это когда ресурсник, видя большую задолженность управляющей компании, подает на нее в суд, просуживает, и на основании этого переходит на прямые расчеты с жителями, так называемые прямые договора, и, соответственно, передает функцию выставления счета жителю за оказанную коммунальную услугу в ЕИРС. То есть там ресурсник выступает уже стороной по договору между жителем и ресурсником, появляется МОСОБИЕРС, который включает эту строчку в свою квитанцию. И третий вариант, это когда жители сами проводят ОСС, общее собрание собственников, и голосуют за переход на прямые договоры. Тогда при переходе на прямые договоры, опять же, каждый ресурсник заключает с МОСОБИЕРС отдельный договор, и в квитанции появляется строка на тот ресурс, который поставлен жителю, а у управляющей компании остается только одна строчка содержания, текущий ремонт, но, кроме этого, еще остаются строчки общедомовых нужд. Тоже это хочется отметить, чтобы жители не удивлялись, что ОДНы у них останутся в той квитанции, которая выпускается. Что к этому относится? Это вода, на общие домовые нужды холодная и горячая, это канализование и это электричество. То есть у нас лифты, они требуют электричества для своей работы, и освещение в местах общего пользования. Оно тоже потребляет электричество, соответственно, эти все коммунальные услуги, они остаются в зоне ответственности управляющей компании, входят в услугу содержания, то есть управляющая компания обязана это оплачивать, собирать деньги с жителей и далее перечислять это ресурснику. Но эти все сложные конструкции появляются только если выпускаются две квитанции. Одна квитанция ЕРЦа со всеми коммунальными услугами, а вторая квитанция управляющей компании. Если выпускается одна квитанция, единый платежный документ, то у жителя получается один документ, по которому он должен один раз оплатить. Получается, в этом случае должна стопроцентно быть за управляющей компанией, правильно? Чтобы она тоже появилась в едином платежном документе. Да, конечно. Управляющая компания выступает тогда одной из сторон по договору и при этом получает полный спектр услуг. Екатерина, готовы ли вы принять такой объем? Потому что сегодня есть две строки, которые могут убавиться, это твердые бытовые отходы и взнос на капитальный ремонт. Если количество строк увеличивается, соответственно, и работа увеличивается, соответственно, и штат сотрудников, или как этот объем весь распределяется? Конечно, мы готовы принять этот объем, естественно. Конечно же, с увеличением строк в едином платежном документе мы будем усиливать свой штат сотрудников. Когда увеличение лицевого счета предполагает, соответственно, подбор новых кадров. Конечно, мы будем работать в этом направлении. Единый платежный документ, лицевой счет остается один. И, как сказал Михаил Владимирович, если это будет собрано все в один платежный документ, то, соответственно, будет работать проще. Ну, безусловно, проще будет и собственникам, проще будет и ресурсным компаниям. Конечно. То есть все от этого выиграют. У нас есть звонок. Давайте дадим возможность телезрителю принять участие в нашей программе. Здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня соединили, да? Да. Я хотела задать вопрос присутствующим в этой передаче. Первый вопрос. У нас управляющая компания, которая называется «Элитстрой». И у нас с данной компанией нет никаких сложностей. Скажите, пожалуйста, сама организация пеленных ЕЛЦ крайне убуга. Крайне убуга. Там люди проводят часами. И вот дама сидит и уверяет нас о том, что там штаб будет расширен. И, конечно, что... То есть я правильно понимаю, что у вас к управляющей компании нет вопросов? Это было больше, это было меньше. Почему? Вы сейчас ведете речь о количестве отделений, мы особо не имеем. Да, о количестве отделений. О количестве отделений. Спасибо за вопрос, Екатерина. Вот как раз, готовясь к эфиру, да, тоже поступали такие вопросы. Вот было несколько отделений, сейчас все сведено в одно. И, ну, собственно, вот это беспокоит жителей, потому что, безусловно, все приходят и образуются те самые очереди. У нас на территории Одинцова раньше было два офиса. Это на Союзной 1В, на Новоспортивной 10. Затем мы открыли дополнительный офис, это в НИИ Соклиновой 1Б. Затем на Союзной, по определенным обстоятельствам, 1В-офис был закрыт. И центральный офис, соответственно, вместил в себя сотрудников, всех, которые расплагались ранее на улице Союзной. То есть сейчас три отделения? В городе Одинцов, вообще в МОС-уборецен, на территории городского округа, открыто 20 офисов. Соответственно, офисы разбросаны по территории городского округа. Это в НИИ Сок, это лесной городок, Жаворонки, это старый городок, Шарапово, это Голицыно. Мы принимали, соответственно, с конца 2018 года достаточно большой объем лицевых счетов по управляющей компанией Одинцовская теплосеть. И, соответственно, открывали новые офисы. Где-то у нас были центральные офисы, которые у нас действовали, поскольку мы принимаем бытовых с сентября 2016 года. Мы обслуживаем бытовых абонентов по электрической энергии. И офисы у нас были открыты, например, в Барвихе-Горке вторые, были открыты в Кубинке, в Голицыно. Сейчас мы в Голицыно офисы модернизировали, добавили туда сотрудников. Да, мы знаем, что есть проблемы в некоторых маленьких офисах, мы работаем сейчас над этой проблемой. Соответственно, подбираем персонал для того, чтобы регулировать там работу. В настоящее время основной поток населения у нас, конечно же, идет после выпуска квитанции. Это первые 10 дней после выпуска. То есть для того, чтобы не стоять в очереди, можно приходить в период после 10-го числа. Либо же можно дистанционно, у нас сразу это дистанционные сервисы обслуживания, это личный кабинет клиента. У нас работает контактный центр, соответственно, по которому можно позвонить, задать свой вопрос, получить на него ответы. И не обязательно для решения своего вопроса посещать офис и стоять в очереди. А с какими чаще всего вопросами конкретно приходят в офис центральный? То есть, я так понимаю, что-то людей волнует. Вот с чем они приходят? Неправильные платежки? Или есть еще какие-то другие вопросы? Возможно, справки от вас получить, выписки? То есть с чем обращаются? Люди обращаются с разными вопросами. Это вплоть, как вы правильно заметили, до получения справок, копия финансово-лицевого счета, справка об отсутствии задолженности, передача показаний. Потом есть какие-то вопросы по расчетам, да, не каждый понимает, мы объясняем. Есть население, которое приходит для того, чтобы сдать документы на проведение перерасчета. Ну и по другим вопросам. Получается, часть услуг они могут, опять же, запросить и сделать дистанционно. А где информация об открытых отделениях, о том, как можно открыть личный кабинет? У нас есть сайт mosoburc.rf, соответственно, можно найти территориальное отделение Одинцовского городского округа. Там есть расписание работы каждого офиса, которые расположены на территории Одинцовского городского округа. График работы и, соответственно, телефоны контактного центра. Хочу заметить еще, что каждый житель может зарегистрироваться в личном кабинете клиента, там задать свой вопрос. Я уже, наверное, повторяюсь, да? Нет, но лучше прямо вот рассказать механизмы, раз прозвучал вопрос от жителя. Соответственно, в личном кабинете клиента на сайте mosoburc.rf можно увидеть ответ на все волнующие, часто задаваемые вопросы, разъяснения с точки зрения законодательства. Передать показания приборов учета. Можно оплатить беспроцентно на сайте МОСОБУ и ЕРЦ, ну и, соответственно, написать обращение. То есть все, в общем-то, есть варианты. Есть варианты, да, и, как скажем так, для населения, для ленивого населения предусмотрена такая вот возможность. Мы тоже побывали в офисе и разговаривали с людьми, есть даже те, которые, в общем-то, привыкли и делают это в регулярном варианте. То есть они просто сидят дома и все делают дистанционно, все оплачивают нажатием буквально одной кнопки. То есть сейчас технологии позволяют, конечно же, не преодолевать расстояние, не стоять в очередях и, в общем-то, все делать с комфортом. Кроме того, мы готовы провести обучение для пожилого населения, научить их пользоваться личным кабинетом. Мы помогаем, люди к нам обращаются, заводим личный кабинет, учим их пользоваться, учим оплачивать беспроцентно. Если вот такой придет к вам посетитель серебряного возраста и обратиться с такой просьбой, ему нужно отстоять в очереди, чтобы пройти обучение или есть для этого выделенный сотрудник? Мы выделим сотрудника, в очередь стоять не обязательно, если это серебряного возраста, как вы говорите, мы можем обслужить, мы обслуживаем его, соответственно, вне очереди и, соответственно, окажем все услуги. У нас есть звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Добрый вечер. Меня зовут Анна Толкунова. У меня вопрос. Почему нельзя, минуя Монсупу Еркс, управляющую компанию, напрямую оплатить коммунальные услуги? Ведь это будет намного дешевле. Спасибо за вопрос. Почему это будет намного дешевле, мне не совсем понятен этот вопрос. Через кого производить оплату, нанимать платежного агента или не нанимать, самостоятельно производить. Расчет это, естественно, решает управляющая компания, ресурсоснабжающая организация. То есть далее мы заключаем договор с управляющей компанией, ресурсником. Но это гарантия, гарантированно, что деньги населения уйдут непосредственно поставщикам, которым они должны уходить. То есть в соответствии с условиями договора, в соответствии с действительным законодательством, денежные средства, поступающие от населения, в ежедневном режиме перечисляются на счета поставщиков. То есть вот как то, о чем мы говорили в начале. Получается, МОСОБУ ИРЦ это своего рода гарант, да, Михаил Владимирович? Вот вы со своей стороны. Да, давайте я поясню немножко. Первое. Тезис о том, что МОСОБУ ИРЦ как-то влияет на стоимость коммунальных услуг. Он на них никак не влияет, потому что тарифы утверждаются комитетом. То есть ошибочно, конечно. Абсолютно здесь идет подмена понятий. То есть тарифы, они утверждаются комитетом по ценным тарифам, и они одинаковы, независимо от способа расчетов. Есть эти тарифы, которые утверждаются каждый год. Это тарифы на теплоснабжение, тарифы на водоснабжение, тарифы на электроснабжение. И они не зависят никоим образом от схемы расчетов, которая применяется. Далее. Есть тариф на содержание. Тариф на содержание, а точнее плата за содержание. Она утверждается либо на совете, извиняюсь, на общем собрании, либо на совете депутатов. И опять же, она утверждается один раз в год. И эта утвержденная стоимость содержания, она тоже никак не привязана к тому, какая схема используется. То, о чем говорит житель, возможно, связано с тем, что когда он получает квитанцию Mosul Beers, общая сумма в ней, она отличается от той, которая была в квитанции, которая у него была в управляющей компании. Здесь тоже вопрос в том, что очень много случаев было, когда управляющие компании не выставляли какие-то услуги, либо выставляли их не по тем формулам, которые необходимо применять было, либо, опять же повторюсь, был не единый платежный документ, и в нем не было всех услуг, поэтому была общая сумма меньше. Но хотелось бы, опять же, отметить, что на сегодняшний день все квитанции, которые выставляются, даже не через Mosul Beers, а самими управляющими компаниями, по любой из этих квитанций можно получить консультацию у нас, то есть обратиться в администрацию, спросить, насколько правильно это рассчитано, мы можем это проверить, либо обратиться в ГЖИ. Но, повторюсь, по Mosul Beers, вариант абсолютно верно рассчитанных квитанций, с точки зрения тарифов, он всегда проверенный, и это контролируется на уровне правительства Московской области. Очень часто что происходит? Почему жители говорят, что им начислили больше, чем обычно? К сожалению, у нас есть ситуация, когда жители не передают показания приборов учета, то есть идет расчет по нормативу. Когда по нормативу идет расчет, соответственно, он может быть больше, чем по счетчикам, и житель видит увеличение, либо идет перерасчет по какой-то услуге. То есть услуга была оказана, она была оказана расчетным методом, потом житель передал показания, произошел перерасчет и, соответственно, большее начисление. Сейчас очень часто была история связана с тем, что шел до расчет по услуге за мусор. И услуга за вывоз твердых и бытовых отходов, она начала начисляться с 1 января, а выставление по некоторым управящим компаниям началось с задержкой в связи с большим объемом. То есть по тем, которые выпускали ЕПД, оно сразу с 1 января началось, а по тем, которые не выпускали ЕПД, по которым отдельные квитанции выходили, они начались в апреле, мае, июне, и соответственно там были до начисления за прошедший месяц. То есть житель получал квитанцию, в которой было 2 месяца, там услуги были январь и май, потом февраль и июнь и так далее. Соответственно сумма, сама ее оплата на больше, но это только за те услуги, которые были оказаны. И еще хотелось бы отметить тоже, смотря социальные сети и видя те вопросы, которые задают жители, все говорят, вот там Мособа Иерц не отвечает на вопросы, или там очень много проблем по социальным сетям на сегодняшний день и по тем обращениям, которые к нам есть. Мы наблюдаем уменьшение обращений, и это уменьшение, но в разы. То есть житель стал понимать то, что написано у него в квитанции. Эту квитанцию, кстати, в этом году еще упрощали, то есть старались сделать по запросам жителей, сделать ее более понятной. Потому что житель, он диктует как раз то, какой должен быть платежный документ, чтобы ему было понятно, за что он платит, почему он платит. И самое важное, чтобы в нем все было правильно. То есть я прекрасно понимаю, как важно владельцу квартиры, получив квитанцию, понимать, что он заплатил именно ту сумму, которую должен был заплатить за те услуги, которые он реально потребил. Вот поэтому здесь всегда на контроле держится именно вопрос того, чтобы все расчеты, они осуществлялись в обязательном порядке только в соответствии с законодательством и только по утвержденным тарифам, тем тарифам, которые утверждены в соответствии с действующим законодательством. Вы сказали о соцсетях, я предлагаю сейчас предоставить слово нашим коллегам. Андрей, ваш вопрос. Добрый вечер. Ну, на самом деле, по комментариям в соцсетях, люди действительно сильно недовольны большим количеством очередей во всех ваших офисах. И опять же, вопрос, на который уже попытались ответить, что почему нельзя напрямую платить. И не совсем, может быть, люди понимают, почему такого посредника им навязывают. То есть им привычнее работать с управляющей компанией, которая напрямую оказывает услуги. Они могут проконтролировать качество этих услуг, ну и, соответственно, заплатить за них. Ну и в том числе и за сами ресурсы поставленные. А вы, получается, здесь интересы больше ресурсных компаний отстаиваете, чем, скажем, контролируете качество оказанных услуг. Вот с точки зрения жителей просто, вот какая ваша функция? Что вы вот конкретно жителям предоставляете? Это один вопрос. Второй вопрос. Очень интересно все-таки узнать, сколько, ну то есть, какой процент Мособлэйерция берет со всех платежей. И какая-то сумма на текущий момент по всему округу. Сколько это составляет? Спасибо за вопрос. Екатерина. Значит, вопрос по поводу очередей. То есть у нас, естественно, есть стандарты обслуживания населения. Время ожидания очереди не должно превышать 15 минут. Еще раз повторюсь, что достаточно большая работа была проведена нами с конца 2018 года. Это принятие на расчеты управляющих компаний, таких как Одинцовская теплосеть, одна из крупных. Это маленькие управляющие компании. Плюс у нас изменение в законодательстве, то есть вывоз мусора, обращение от такого, это стало отдельной коммунальной услугой. И Мособлэйерция, соответственно, производит начисление по этой коммунальной услуге. То есть на территории Московской области работает 7 кластеров региональных операторов. То есть Мособлэйерция еще предоставляет ответы и по данной услуге. Мособлэйерция – это платежный агент. Мы не влияем, скажем так, на качество оказания услуги. То есть если у жителя есть нарекания по поводу качества оказания этой услуги, он может обратиться непосредственно в управляющую организацию. Либо, если это касается мусора, соответственно, тоже это украляющая организация и непосредственно региональный оператор. Что касается очередей, еще раз. Мы сейчас привлекаем бэк-офис к обслуживанию населения. Соответственно, есть какие-то типовые вопросы. Есть вопросы такие, когда люди приходят передать показания. То есть то, что не требует длительного ожидания очереди, то есть типовой можно решить его буквально за секунды. Будем привлекать, соответственно, на обслуживание близлежащего территориального управления. И, соответственно, будем ввести всю работу направленную на улучшение качества обслуживания, на снижение очередей. Дальше. Что касается вопроса, опять же вернусь к тому, что почему я не могу оплачивать напрямую в ресурсоснабжающую организацию. Еще раз повторюсь, что право выбора, нанимать или не нанимать платежного агента, это право управляющей компании и право ресурсоснабжающей организации. Соответственно, МОСОБ и ЕРЦ, цель, идеология, это единый платежный документ, в котором объединяются все услуги. То есть это тоже направлено на удобство населения, чтобы житель не брал 10 своих платежных документов, взял один, соответственно, оплатил его, и, пожалуйста, больше не нужно никуда обращаться. То есть вот как бы на стоимость, скажем так, для населения, как уже Михаил Владимирович пояснил, то есть все расчеты производятся по установленным тарифам, нормативам, то есть для населения это не влияет. То есть в любом случае услуги расчетно-кассового центра, как платежного агента, и просто, то есть управляющая организация может нанять, пожалуйста, свой штат сотрудников, которые будут оказывать тельные услуги, там, пожалуйста, но зачем? Можно я еще немножко добавлю? Вот на самом деле в вопросе содержался интересный тезис. Зачем между управляющей компанией и жителем посредник? А хотелось бы еще озвучить, что управляющая компания сама при этом является неким посредником, исполнителем коммунальной услуги. Из 100 рублей, которые она выставляет в своей квитанции жителю, только 60%, то есть порядка 60-65 рублей, это деньги ресурсника, а 35 – это ее деньги за содержание. То есть она, получая от жителя 100 рублей, должна 65 перечислить ресурсником. Она сама является при этом агентом и сама является посредником. Она не производит тепло, не производит воду, не производит электричество. Она собирает с жителей деньги и отправляет ресурсникам. И в какой-то момент может произойти ситуация, когда произойдет сбой, и управляющая компания не сможет или не захочет. Тут все время есть некая ситуация, когда житель становится в зависимости от того, отправили его деньги ресурснику или нет. Ну, если говорить о… То есть, получается, управляющая компания не перечислила ресурсной компании за оказанную услугу деньги, и, соответственно, собственник может оказаться без света, без воды, без отопления. Ну, это уже прям в критической ситуации. Да, у нас, к сожалению, вот эта ситуация, она происходила в предыдущих периодах, да, вы наверняка все помните, как в «Трехгорке» отключали электричество. То есть, жители платили деньги напрямую в управляющую компанию, а потом управляющая компания не платила эти деньги. И сейчас до сих пор идут судебные разбирательства. То есть, в самом начале нашей программы, Михаил Владимирович, вы говорили о том, что, в общем-то, получается, миссия «Мособл-Ирц» это сделать все максимально прозрачным, чтобы деньги, которые заплатил собственник жилья, они стопроцентной гарантией дошли до ресурсной компании и никуда не потерялись. Да. И чтобы ресурсная компания никогда не встала в противодействие с жильцами, и не житель, который является добросовестным плательщиком, он должен получить качественную и хорошую услугу. А мы понимаем, что если управляющая компания в какой-то момент недоплатила ресурсника, то по законодательству есть возможность ограничения ресурсов на весь дом целиком. То есть, на сегодняшний день в доме живут добросовестные плательщики, которые платят по квитанциям управляющей компании, а управляющая компания при этом не все деньги перечислила ресурснику, что-то у нее там случилось, и срочно понадобилось их направить на свои необходимые нужды. И в этот момент у жителей возникает ситуация, когда они деньги заплатили, а услугу им могут не оказать. И здесь как раз ситуация, которая системно должна быть решена, когда управляющая компания к деньгам, которые заплачены жителям за коммунальные услуги, подчеркиваю, за них, не имеет возможности использовать их на какие-то другие цели. Это прописано в законодательстве, что управляющая компания является исполнителем коммунальной услуги и должна все деньги, получая их в ежедневном режиме, сразу же распределять ресурсникам. Но, к сожалению, случаются ситуации, когда управляющая компания уходит от этой обязанности, которая им вменена по закону. Был вопрос, а жители могут помять ли это? Я на него уже ответил. Жители могут. В рамках общего собрания собственников может быть принято решение о переходе на прямые платежи, прямые договоры на ресурсы. Тогда житель будет платить управляющей компанией по ее квитанции, а за все ресурсы будет платить по квитанциям, которые выставляют ресурсник. В данном случае это будут квитанции, выпускаемые в МОСУБИРС, это будут ЕПД. В любом случае есть варианты и все сделано для удобства жителей. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню, мне зовут Светлана Ивановна, я звоню городок 17, Большие Веземые. Ваш вопрос? У нас была какая-то инженерик. Я человек уже как бы в возрасте, я не особо контролирую. Вот как нас перевели в теплосеть за электричество. Мне сейчас стали присылать лишенные деньги. У меня, допустим, нагорает 50-60 киловатт за месяц. Я одна живу. Ну, присылают мне полторы тысячи. Я здесь ездила в Голицыно, как там, князь Голицыно называется. Там мне сказали, что надо менять счетчик. А кто будет менять счетчик? У меня муниципальная квартира. Счетчик должны менять. Не я должна менять, а мне поменять должны счетчик. А почему до сих пор мне не поменяли, и почему я плачу такие деньги? Полторы тысячи ежемесячно. Вот третий миллион. Но я не плачу их. И не буду платить. У меня 50-10 тысяч. Спасибо за вопрос, Михаил Владимирович. Как вообще в целом ситуация состоит именно в городке 17? Здесь вот как раз ситуация, то, о чем я говорил. То есть жителям раньше приходили квитанции. По этим квитанциям были какие-то счета. Сейчас стал выпускать квитанции МОСОБЛЕЕРЦ, потому что Одинцовская теплосеть она работает с МОСОБЛЕЕРЦ как агентом. И стало начисление производиться в соответствии с законодательством. При этом вернее всего, что счетчик, о котором идет речь, это счетчик на электричество, вернее всего, что он вышел за межповерочный интервал. Тут надо посмотреть ситуацию. Либо этот счетчик должен быть заменен МОСОБЛЭНЕРГО, то есть энергоснабжающей компании, либо он должен быть заменен муниципалитетом, либо жителем. Кому конкретно Светлане Ивановне обратиться, чтобы ей заменили счетчик и помогли в решении вопроса? В первую очередь, ей надо обратиться в свою управляющую компанию по поводу замены счетчика либо его поверки. Также она может эту же консультацию получить в МОСОБЛЕЕРЦ и просто посмотрит по квитанции, почему у нее такое начисление. Вернее всего, что она не одна прописана в квартире, хотя и проживает одна. Ей выставляется по нормативу. Нормативное электроснабжение рассчитывается в зависимости от количества проживающих. Поэтому у нее наверняка прописано не то количество, которое по факту проживает, а начисление идет по количеству проживающих. То есть, получается, первое, нужно обратиться в управляющую компанию либо в компанию МОСОБЛЕРЦ, заменить счетчик и уже дальше. Будет ли эта сумма перерассчитана? Если счетчик вышел за межповерочный интервал, то, к сожалению, сумма перерассчитана не будет, потому что получается безучетное потребление. То есть, это уже расчеты по нормативу. Ну, то есть, прибор учета не соответствует требованиям по учету. Поэтому по нему нельзя рассчитываться. Он так и называется, межповерочный интервал. Я понимаю. То есть, даже если квартира муниципальная, все-таки жильцам стоит побеспокоиться? Конечно. В первую очередь. Потому что жильцы являются потребителями коммунальной услуги. Я говорю, что надо посмотреть, в первую очередь, документарное основание. То есть, квартира муниципальная, она в найме либо еще в каком-то форме находится. Потому что это военный городок. Там очень много разных форм владения собственностью и нахождения в квартирах. Соответственно, в зависимости от договора, который есть, если это договор найма, в нем может быть прописана ситуация, когда счетчик должен заменить муниципалитет, а может быть прописана ситуация, когда наниматель отвечает за сохранность приборов учета. Тогда уже это задача жильца. Повторюсь, это надо смотреть документарно в индивидуальном порядке. Первое, что надо сделать жителю, обратиться в МОСУБИРС, получить разъяснение, почему у него полторы тысячи. Предполагаю, что это будет связано с тем, что у нее норматив. Второе, обратиться в управящую компанию с вопросом, что нужно сделать, чтобы перейти на учет по приборам учета, на расчеты по приборам учета. Все. Если есть такая возможность, то и заменят этот прибор учета в рамках замены приборов учета энергоснабжающей компании. Если это прописано у него в договоре, найма заменят в рамках муниципалитета. Если этого нигде нет, то, к сожалению, придется приобрести прибор учета самим. Единственное, здесь хорошая новость, то, что межповерчный интервал электрических счетчиков, он достаточно большой, от 10 лет Италии. У меня вот прям последняя фраза зацепила, я даже улыбнулась. Мне приходит платежка, она выше, чем я платила раньше, но я ее просто не оплачиваю. Так длится уже какое-то время. Вот таких людей много, которые просто не оплачивают коммунальные платежи. И к чему это может потом привести? Ну, это приведет в первую очередь к тому, что на человека подойдут в суд. То есть до того момента, пока он не оплатил, с ним ведется досудебная работа, ему наверняка придут уведомления. То есть если он в МОСОБЕЕРЦИ, и есть его телефон в базе данных, МОСОБЕЕРЦИ, если оставлял этот житель этот телефон, то ему будет звонок с предупреждением, что у него накоплен долг. Плюс в каждой квитанции прописывается, что у него имеется долг о заказанной услуге. Далее будет досудебная работа. То есть если смогут до жителя дозвониться, то его предупреждает телефон, также ему направят уведомление об этом. Но опять же, очень часто жители указывают один адрес прописки, а проживают по другому адресу. К сожалению, это так. Уведомление направляется на адрес прописки. И далее передаются материалы в мировой суд. И здесь уже начинает работать судебная система. А в России данная судебная система работает хорошо. Очень быстро происходит принятие решения о долгах по жилищно-коммунальным услугам. Далее материалы передаются в банк, либо в пенсионный фонд, если пенсионер человек. И деньги списываются непосредственно с карточки жителя. Если не удается обнаружить карточку либо пенсионного фонда, либо банка, то передаются судебным приставам и накладываются ограничения на выезд за границу, на регистрационные действия с автотранспортом, либо с объектами недвижимости. И все равно жителю придется оплатить, только еще плюсом, ему придется оплатить 7% сбора за работу самих судебных приставов. А также необходимо будет заниматься снятием ограничений по регистрационным действиям и разрешением на выезд за границу. То есть лишние хлопоты. Мы еженедельно рассказываем, как работает служба судебных приставов, проводится по округу рейды, и как раз-таки они касаются в том числе и коммунальных платежей и ответственности за них. Да. Но вот много таких несознательных граждан, которые просто игнорируют платежки и не оплачивают счета. На самом деле есть несколько категорий граждан, которые не оплачивают счета. Есть граждане, которые принципиально не хотят платить. С ними вопрос решается именно в судебном порядке, так и через присутствие. Есть граждане, которые просто забыли. Ну, тоже такое случается. Это так называемые короткие долги, когда там один-два месяца не оплачено. Обычно после звонка человек вспоминает, что у них есть такая квитанция, и оплачивает его. А есть категория, которая не имеет возможности оплатить квитанцию. Здесь уже необходима работа на уровне управляющих компаний, жителя и службы соцпомощи, по которой можно найти вариант, когда человеку будут выделяться субсидии на погашение жилищно-коммунальных услуг до 50%. А в случае с ТБО до 100%, если возраст гражданина более 80 лет, может быть выдано субсидии в виде различных выплат на погашение платежей за коммунальные услуги. И опять же здесь хотелось бы отметить, что очень часто мы сталкиваемся с тем, что квитанции, выпускаемые управляющими компаниями, непосредственно самими, не соответствуют требованиям, которые предъявляет служба социальной поддержки для выплаты субсидии. А МОСОБ и ЕРЦ в этом отношении всегда интегрирован в эту систему, и все жители получают те субсидии, которые положены по законодательству. И социальные льготы, я извиняюсь, что вот как бы тобой. Хочу немножко допомнить, Михаил Владимирович, здесь действительно имеет место ситуация, когда прибор учета вышел за межповеречный интервал. Конечно же, жителю, как я так понимаю, пожилого возраста необходимо в короткие сроки урегулировать данный вопрос, потому что, естественно, расчет будет производиться по нормативам, зависит от количества проживающих, количества комнат в жилом помещении. То, что жители не оплачивают, то есть мы ведем судебную работу, претензионную, досудебную работу, и еще мы можем ограничить потребление коммунального ресурса. То есть житель может столкнуться с тем, что в один прекрасный день он останется без электричества. То есть это очень важный такой момент, поэтому, конечно же, копить долги не нужно. То есть у нас есть такая вот действенная мера, как ограничение коммунального ресурса. Ограничивать мы, начиная от долгов свыше двух месяцев, и от суммы 2750 тысяч рублей. Поэтому надо быть аккуратными. Вовремя обращаться в МОСАБУИРС за всеми разъяснениями. Да, и, конечно же, за сохранность прибора учета отвечает потребитель. Здесь, конечно, нужно посмотреть, какой договор, какого характера, и уже искать варианты либо это поверить прибору учета, либо это его менять. Ну, так как муниципальная квартира, вот все-таки там был вопрос, да, она не должна сама заменить счетчик, она должна просто обратиться с тем, чтобы ей заменили. Надо смотреть договор на него. То есть разбираться уже детально с этим вопросом. Это условие каждый раз зависит от тех подзаконных актов, которые были приняты на конкретной территории, а может быть даже от периодов, в которых был заключен договор на имя. Поэтому здесь говорить однозначно, чья это сейчас обязанность, без документов нельзя. Надо иметь на руках документы, смотреть, что в них прописано. Здесь документы и в соответствующую станцию обратиться. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, добрый вечер. Так, к сожалению, разъединилось. Да, конечно. Давайте передадим слово тогда Андрею Остраухову. Ваш вопрос, Андрей. Все-таки вот вы так и не назвали объем платежей, которые вы сейчас собираете в Одинцовском городском округе. И какова степень проникновения в жилой фонд Одинцовского городского округа МОСОБЛЕРЦ? Сколько ежемесячно вы собираете? И сколько еще не охвачено МОСОБЛЕРЦ жилого фонда округа? И еще вопрос. Многие интересуются. Все-таки насколько эффективно МОСОБЛЕРЦ решает проблему задолженности жителей, собственников квартир перед ресурсоснабжающими организациями? То есть у вас же есть опыт, да? Решилась проблема туда, куда вы пришли или нет? Эта задолженность, она снизилась? И также вот вопрос по поводу должников. То есть вы же ведете претензионную работу. То есть просто расщепить, но это как бы технический процесс. Насколько я знаю, вы берете 2,6% от всех платежей. И в эту сумму входит услуга и по взысканию задолженности. Вот как вы работаете с этими должниками? И какой объем вообще долга по округу? Передаете ли эти долги, может быть, коллекторам? Тут тоже интересуются. Андрей решил сразу озвучить все вопросы. Екатерина, давайте разбираться по порядку. Давайте, да, по порядку. Даже я уже забыла, что было первым. Я уже дальше спрашивали. С чего начать-то? Ну, можно, наверное, с должников, потому что, в принципе, буквально вот был вопрос, да, и ответили, озвучили на него полностью. Михаил Владимирович и Екатерина, что происходит, какие ограничения. Вот именно претензионная, да, работа интересует? А, претензионная, да. И вот вы, кстати, сказали про ограничение ресурсов, что у вас есть такое право. Но вы же сами это не делаете. Вы это делаете только с помощью той же управляющей компании. Нет, мы делаем это самостоятельно. Я еще раз повторю, что мы с сентября 2016 года обслуживаем бытовых абонентов МОС «Энергосбыта» и коммунальные ресурсы, такой как электрическая энергия, мы ограничиваем самостоятельно силами сотрудников МОСОБУ ЕРЦ. На сегодняшний день, ну вот, по моим данным, размер задолженности по тем управляющим компаниям, размер задолженности населения, скажем так, да, по тем управляющим компаниям, с которыми у нас заключены договоры, около миллиарда рублей. На сегодняшний день мы работаем только с двумя управляющими компаниями по работе с дебиторской задолженностью. Это ТСН «Западные ворота столицы» и начинаем работать с управляющей компанией ОУЖХ. Вот по ТСН «Западные ворота столицы» вот сейчас подано 30 судебных приказов на сумму 6 миллионов ООНов рублей. Соответственно, по энергосбытовой деятельности мы тоже ведем судебную и досудебную работу, то есть за 2019 год было подано 830 судебных приказов на 16 миллионов, и из них оплачено 630 судебных приказов. Это с учетом долгов 2018 года на 21 миллион рублей. Не совсем не понятен вопрос про цифру 2 и 6, что это за цифра такая, откуда она взялась. Вот размер премии, которую Мособл ЕРЦ получает от ресурсников, от управляющих компаний, какой? Я хочу сказать, что это взаимоотношение вообще двух юридических лиц, и в зависимости от того, с какой организацией мы заключаем договор, будь то управляющая компания, ресурсоснабжающая организация, или это, например, фонд капитального ремонта, то есть сумма разная. Это отношение юридических лиц. Это не регулируется правительством Московской области? Вы же сказали, что вы работаете строго по тарифам, которые руководство региона установлено. Подождите, тарифы у нас регионы устанавливают для населения, соответственно. То есть мы в расчетах для населения применяем строго тарифы, установленные действующими закомендательствами. Это коммунальные ресурсы, это, естественно, распоряжение комитета и по ценам, и тарифы Московской области, и содержание жилого помещения. Это, естественно, общее собрание собственников или решение заведения депутатов. Здесь мы четко по тарифам ресурсов, установленных для населения. Ну а как агент любой, в общем-то, получается, отношение... Между юридическими лицами... Просто чтобы путаницы не было, с тех коммунальных платежей, которые оплачивают именно собственники, ну, по сути, Московской области не получают ничего, и это никак не влияет на сумму платежки. Нет, на сумму платежки это точно не влияет никаким образом, потому что тарифы все установлены и применяются, именно установлены законодательством Российской Федерации. То есть здесь получается, что сегодня расчет производится МОС УБРЦ или это производится управляющая организация или ресурсоснабжающая организация. То есть тарифы применяются те, которые установлены действующие законодательством. То есть роста платежей для населения, как бы здесь, нет. Сегодня в студии у нас присутствует журналист газеты «Новые рубежи». Владимир, я знаю, что вы тоже подготовили вопрос. Даем вам слово. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Сейчас шел разговор, что собственники могут заключить прямой договор с ресурсоснабжающими организациями. А как быть тем, кто не зарегистрировал свое жилье в собственность? Могут что-то подумать? Вопрос, конечно, очень интересный. На самом деле нерегистрация права собственности – это один из методов ухода от налогов обычных. Это уже, в принципе, за рамками правового поля получается. Другой вопрос. Если нет возможности зарегистрировать, если я говорю об обманутых дольщиках, когда есть судебный процесс между застройщиком, между собственником и кредиторами, которые банкротят застройщиках. Соответственно, это еще одна история. А, в принципе, у нас на следующий день по законодательству данный вопрос также урегулирован. Для участия в общем собрании собственников достаточно акта приема-передачи объекта от застройщика к собственнику. То есть собственник может на основании акта участвовать в ОСС. Соответственно, дальше на основании акта он может зарегистрировать право собственности акта и договор купли-продажи. Но участие в самом процессе выбора способа оплаты, а также выбора управляющей компании, ему для этого достаточно акта. Спасибо. У нас есть звонок. Коллеги подсказывают. Вы в эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Моя фамилия Михайлова. У меня такой вопрос. Когда я плакчу по квитанции через банковское мобильное приложение в адрес ЕРЦ, на банковский счет какого юридического лица поступают деньги? ЕРЦ или управляющая компания? Спасибо за вопрос. Управляющая компания заключает договор с управляющим компанией и с ресурсоснабжающим организацией. Действует от своего имени за счет управляющей компании или ресурсника. МОСУБУЕРЦ выступает в качестве платежного агента. И то, что мы действуем от своего имени, соответственно, позволяет нам указывать квитанции, расчетный счет МОСУБУЕРЦ. Когда вы оплачиваете любым способом, либо через банковское приложение, либо это почта, либо это касса, либо это через личные кабинеты, денежные средства в любом случае поступают, если оплата производится по квитанции МОСУБУЕРЦ, на расчетный счет МОСУБУЕРЦ. Далее деньги в ежедневном режиме. распределяются уже поставщикам ресурсов согласно тех договоров, которые заключены между МОСУБУЕРЦ и управляющими компаниями и ресурсниками. Наши журналисты побывали накануне прямого эфира в центральном отделении Одинцовского МОСУБУЕРЦ. Давайте посмотрим и послушаем мнение жителей о работе. Как вам вообще работа еlift? Работа настолько неэффективна, и у всех людей один и тот же вопрос. Вот это какой-то перевалочный пункт. Ведь ни один вопрос не решается здесь. Здесь только сдаются документы. Вот этот клиентский отдел. Очереди, чтобы было когда-нибудь меньше полутора часов, не бывает никогда. Я здесь оплачиваю собственность квитанции в одной квитанции. Собственность, мусор и электроэнергия. Мы уже третий раз едем. Сначала сдать документы, сначала принести документы о подключении, первый раз. Второй раз собрать документы, привести их. Третий раз заключить договор. Если бы напрямую было бы проще. Много недовольны тем, что дозвониться тяжело, понимаешь. А сюда приходишь, тут очередь вечно стоит. Было два пункта, а сейчас у нас один пункт. И вот со всего района Одинцовского, просто сюда. Расскажите, вот сейчас будут договоры с ресурсоснабжающими компаниями, да, чтобы напрямую им отходить деньги. Вот вы как считаете, это удобно будет или неудобно? Я тут затрудняюсь. Раньше было проще намного. И бланки были, как говорится, на почте принимали спокойно. Лучше было бы отдельно. Электроэнергия отдельно, заводы отдельно, захолонные, загорячие. Это было бы гораздо лучше. Поддерживаю, чтобы все было отдельно. Не в одном листе, как за квартирой, там все соединили. Лучше бы отдельно. Я в Москве так и плачу. Ресурсоснабжающая организация, конечно. Конечно. Ну, это делись опытом, хорошо. А что опытом? То сказать, не выходя из дома, то сказать, заходишь в Сбербанк онлайн, снимаешь свои показания, то сказать, и в кресле оплачиваешь, и все. И замечательно. Придем к такому, что в кресле нажатием одной кнопки можно будет оплатить все коммунальные платежи. Конечно, придем. И сейчас можно в кресле нажатием одной кнопки через личный кабинет клиента оплатить коммунальные платежи. Все-таки, если говорить, вот опять прозвучали очереди, неудобно, не хватает специалистов. Давайте еще раз, наверное, подведем итог всему вышесказанному. Все-таки количество специалистов, в том числе с появлением большего объема, оно будет увеличено? Конечно, если будет увеличиться объем, то предполагать дополнительные силы, дополнительные единицы штатные при принятии новых лицевых счетов. А сколько сегодня вы обслуживаете лицевых счетов? Ну, сегодня по территории городского округа более 147 тысяч лицевых счетов. Из них квитанции полной ЕПД, в которой включены все услуги, 76 тысяч лицевых счетов. И плюс еще бытовые абоненты по электрической энергии 193 тысячи. Михаил Владимирович, ну вот все-таки вот этот переход на прямую оплату услуг ресурсных компаний, вот он запланирован до какого периода? До какого периода есть у собственников время подумать, у управляющих компаний подумать? Как вот этот процесс весь будет проходить? До конца года? Ну вот какой-то же есть наверняка период. На самом деле, на сегодняшний день у нас уже этот переход идет. То есть твердые бытовые отходы – это коммунальная услуга. И она уже в отдельном ЕПД, в отдельной строке и напрямую платится. Ну просто так, как появилась она с 1 января 2019 года, то произошло это, в общем-то, само собой. Да. Она появилась и сразу появилась в платежке у нас и будет. Соответственно, переход непосредственно сам. Он не ограничен на сегодняшний день по времени, но он ограничен по обстоятельствам. То есть мы понимаем на сегодняшний день, что есть управляющие компании, которые имеют задолженности перед ресурсниками. Не хотелось бы доводить эту ситуацию до ограничения ресурсов. Соответственно, ресурсно-набжающие компании имеют право выбора и имеют возможность либо ограничивать ресурсы с целью принуждения к оплате, либо подавать в суды и подавать на отзыв лицензии, а также на перевод на прямые платежи. То есть есть один из... В принципе, ресурсная компания может влиять, работать есть с этой управляющей компанией или нет? Да, может. То есть если управляющая компания является недобросовестным посредником между жителем и ресурсником, то ресурсник в течение полугода может добиться того, чтобы у управляющей компании эти дома были исключены из лицензии. Это все, конечно, через суды будет, но хотелось бы заметить, что эти полгода деньги жителя будут находиться у управляющей компании, которая является в данном случае аккумулятором его средств. И, соответственно, здесь жители должны сами задать себе вопрос, а они готовы отдавать деньги неизвестно кому в моменте, когда потом будет трудно определить, а деньги были отправлены к ресурсникам или нет, потому что на сегодняшний день управляющие компании очень динамично меняются. То есть провели ОСС, взошла другая управляющая компания. А это у нас сейчас как раз по фонду капремонта до сих пор идет активная работа по выявлению тех управляющих компаний, которые собирали средства фонда капремонта и не в полном объеме доводили до фонда капремонта. То есть уже и управляющая компания не управляет жилым домом, а долги перед фондом капремонта остались. Поэтому здесь как раз все эти нюансы привели к тому, что ЕПД, единый платеж документ, позволяет защитить жителей. То есть в первую очередь защита жителей и добросовестных жителей, которые добросовестно оплачивают коммунальные услуги. Но хотелось бы подчеркнуть, что не только добросовестно оплачивают, но и получают их качественно. То есть здесь тоже вопрос будет встречный. То есть когда ресурсник недополучает деньги, у него возможность оказывать качественную услугу, она снижается, потому что не хватает оборотных средств. Здесь же, когда у нас полным рублем оплачивается его услуга, он должен также и в полной мере осознавать свою ответственность за качество этой услуги. Поэтому здесь получается у нас ситуация, что все стороны выигрыши. И опять же хотелось отметить, что ЕПД, единый платеж документ, он как раз призван стабилизировать ситуацию, не позволить ей стать зависимостью от интересов отдельных лиц, а максимально защищать интересы жителей. Екатерина, есть что добавить? Нет. Вы готовы к работе? Да. Вы готовы к работе, готовы быть агентом между собственниками жилья и ресурсными компаниями? Конечно. И уже платежи никуда не пропадут, так как гарантом уступает правительство? Да. Ну, на самом деле, хотелось бы добавить, ну, сегодня у нас 20 ноября, в 1985 году была запущена первая ступень Международной космической станции, которая называлась «Заря». Соответственно, сейчас у нас как раз прошел запуск первой ступени МОС Убл-Еирца на территории Генцовского округа, и далее просто он будет прирастать дополнительными блоками, и развиваться, и становиться лучше. Мы со своей стороны, как администрация, максимально стараемся помогать в этом вопросе. И в то же время максимально контролировать, чтобы весь тот запрос, который поступает от жителей, он отрабатывался в максимально качественном и в максимально оперативном варианте. Но самое главное, чтобы в выигрыше остались жители, и чтобы они качественно получали коммунальные услуги. У них не возникало никаких проблем с тем, что не горит в доме свет или отключена горячая вода. Спасибо, что были с нами. Я напоминаю, что мы работали в прямом эфире, и вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания.